Искусственный интеллект. Что он может? Написать романтическое сообщение, придумать имя для кошки, сочинить анекдот. Но это так, для развлечения. А еще искусственный интеллект может спасать наши жизни. И это не просто слова, не научная фантастика, а реальная медицина в Москве. Как работает искусственный интеллект? Что он из себя представляет? И можно ли доверять его диагнозам? Я сегодня приехала в научный практический центр лабораторных исследований, где узнаю ответы на эти вопросы. Комаров Андрей Григорьевич, директор Московского научно-практического центра лабораторных исследований, департамента здравоохранения города Москвы. Андрей Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла на экскурсию, чтобы посмотреть, как выглядит искусственный интеллект, и чтобы зрителям рассказать, как это вообще все работает, чтобы они поняли, что это робот, не робот, и как это вообще все выглядит. Но для начала у меня первый вопрос. Какие вообще обследования может в наше время проводить искусственный интеллект в медицине? Ну, вообще, чтобы показать искусственный интеллект, достаточно сложно сделать, потому что это специализированный программный продукт, который позволяет синтезировать новые решения на основе имеющегося опыта. И чтобы его продемонстрировать, это нужно делать на каких-то прикладных вещах. Ну, в частности, вообще в здравоохранении, в лабораторной диагностике, в частности, искусственный интеллект может применяться в разных исследованиях, в том числе исследованиями цитологии, исследованиями микробиологии, исследованиями крови, мочи и других объектов, которые мы получаем от пациента. Ну, яркий пример – это активное внедрение искусственного интеллекта, в том числе в патоморфологии, для диагностики гистологических исследований. Мы сейчас активно занимаемся обучением искусственного интеллекта на примере цитологии. Вот у меня в руках есть виала такая, она используется для диагностики рака шейки матки и других воспалительных заболеваний шейки матки. Соответственно, сюда специальные щёточки у гинеколога, сбирают себе материал, он попадает в такую вот жидкость, вот виалочка. После этого эта виалочка ставится в определённый прибор, вот в данном случае. Здесь происходит её раскапывание, и после этого получается стекло. Соответственно, робот-автомат начинает производить наносение жидкости на стекло. И после этого у нас появляется препарат жидкостной цитологии. Вот выглядят они вот так вот. И этот препарат клеток, который находится в монослое на стекле, что позволяет очень хорошо врачу делать обследование цитологически, потом выставлять диагноз. Но для того, чтобы нам искусственный интеллект помог, эти стёкла надо перевести в цифровой вариант. Для этого у нас существуют другие устройства. Правильно ли я понимаю, что это ещё не является искусственным интеллектом? Нет, нет. Это стандартная история, которая уже давно применяется в медицине. Правильно ли? Конечно. Это специализированный робот-автомат, который производит нанесение вот этого материала на стекло. Ага. И уже после этого... После этого это стекло попадает на автомат для покраски. И здесь происходит его покраска. Для того, чтобы нам, искусственный интеллект, помог эти стёкла распознать, нам их нужно отсканировать в различных сканерах. Таких, как вот такое устройство, специализированное для цитологии. И пример такого сканера, который специализируется для гистологических исследований. То есть, туда эти стёклышки каким-то образом показываются, и изображение оказывается на экране. И мы получаем электронное изображение этих стёкол. Я коллеге своей передам. Так. Вот. И сейчас как раз Анна Владимировна поставит данные стёкла в аппарат. И мы прям сможем посмотреть, как они появляются на экране, да? Такое сканирование в среднем у нас происходит от двух до четырёх минут. И, соответственно, данные стёкла сначала появляются в электронном виде. Их можно визуализировать на компьютере. После этого их забирают из определённой папки искусственный интеллект, начинают их анализировать. Он это забирает, это мы ему говорим, чтобы он забрал, или он сам? Это автоматически происходит. Это настроено автоматически. Он знает, откуда это изображение необходимо взять. Он точно знает, кому это изображение принадлежит. И, соответственно, вот там штрих-код есть, распознаётся штрих-код. И после этого искусственный интеллект, это цифровую копию изображения, начинает анализировать и синтезировать решение. Давайте тогда посмотрим, как, собственно говоря, изображение с этих стёклышек, этот сам анализ, выглядит через программу искусственный интеллект. Да, конечно, это можно посмотреть. Пойдёмте. Это картина художника искусственный интеллект. Так, вот из этой диалочки первоначальной мы получили в ходе всех процессов вот такое вот изображение. Если на панели посмотреть, то увеличить, то мы можем увидеть, как искусственный интеллект отметил различные объекты, сам их нашёл, сам их отметил. И, по большому счёту, искусственный интеллект может эти объекты сказать, сколько их объектов на статистике. И, исходя из комбинаторики этих данных, даже может дать некое предварительное заключение. Врач в данном случае будет либо подтверждать этот результат, либо не подтверждать. А после какого-то времени, скорее всего, машина это сможет уже делать и автоматически. Когда это будет на больших объёмах данных, на десятках, тысячах исследований, уже мы можем довериться машине по данному результату. В чём вообще плюсы всей этой истории? Так как искусственный интеллект – это некий конгломерат имеющихся знаний многих врачей, мы получаем ещё подтверждение несколькими способами, что повышает качество исследований. И снижает риск пропуска какой-либо из патологии или возникновения ошибок при диагностике. То есть искусственный интеллект лучше видит вот это вот всё, чем человек... То есть человек может глазом что-то упустить? Да, человек может глазом упустить. Во-вторых, человек всегда ориентируется на собственном личном его опыте. А искусственный интеллект вбирает опыт многих людей. Вбирает, потому что это всегда коллегиальная работа по научению искусственного интеллекта. Андрей Григорьевич, спасибо большое за такой интересный рассказ про искусственный интеллект. Я надеюсь, что все москвичи теперь поняли, как он работает и насколько он полезен и для медицинских работников, и для нас с вами. Спасибо большое. Спасибо вам. И, конечно же, любите себя и свой город москвичей. Пока-пока.